Здравствуйте, уважаемые телезрители! В Музее истории православия на земле Кузнецкой представлены две пространные иконы Рождества Христова. На них изображено сразу много событий, связанных с одним главным – с Рождеством. Посмотрим на икону, которая написана в селе Палих в XIX столетии. Итак, мы видим, как новорожденного Господа Иисуса Христа купают. Возле он лежит запеленутый, причем в белом полотне. Это нам может также напомнить то, что произойдет с ним в дальнейшем, когда после снятия с креста его тело обовьют плащаницей. Обратите внимание, над ним склонились не только Пресвятая Дева, но и ангелы. Все они находятся в поклонении новорожденному. Он родился не в хоромах, даже не в гостинице, а в вертепе бедном. Вертеп – это пещера, где ночевал домашний скот, также находился во время непогоды. И на иконах традиционно среди всех животных изображают именно двух – это тельца и осла. Телец символизирует избранный, израильский народ, среди которого и родился Господь Иисус Христос. А осел символизирует всех язычников, забывших истинного Бога. То есть и тех, и других пришел спасти Господь Иисус Христос. Вы видите пастухов, они тоже вопрошающе смотрят на новорожденного. А около находится Иосиф. Он был мужем Пресвятой Девы Марии в браке, они жили как брат и сестра. Вы видите, что около Иосифа находится еще один персонаж. И Иосиф сам изображен в задумчивой, как иногда обозначают, меланхолической позе. Он, как всякий человек, до конца не может понять, как Дева может родить самого Господа. И вот эти сомнения всеивают в его душу, расположенной возле человека. Новорожденному приехали поклониться волхвы, мудрецы с Востока – Гаспар, Волтасар и Мельхиор. На Востоке считалось, что если на небе зажглась новая большая звезда, значит, родился гений, или великий полководец, или царь. От иудеев, находящихся в России, немногие восточные народы знали, что иудеи ожидают мессию царя иудейского. Когда на небе зажглась большая новая звезда, мудрецы поняли, что родился тот самый мессия. И они поехали в страну иудейскую, и первым делом они приехали к царю Ироду и спросили, где родился царь иудейский. Царь Ирод заволновался, он ревновал о своем престоле, но внешне этого не показал, а приказал позвать к нему всех знатоков священного писания. И спросил у них, скажите, где должен родиться царь иудейский? И те, опираясь на священное писание, ответили, в Вифлееме. И тогда Ирод сказал трем мудрецам, трем волхвам, езжайте в Вифлеем, а когда найдете новорожденного, приезжайте ко мне и скажите мне, где он находится, чтобы и я сходил ему поклонился. На самом деле у Ирода были коварные планы умертвить новорожденного, поскольку он видел в нем конкурента. Царь Ирод выглядел благочестивым, но на самом деле он злоумыслил убить новорожденного, ревнуя о собственном престоле. Здесь мы видим, как царь Ирод созывает знатоков Библии и спрашивает у них о месте, где должен родиться царь иудейский. Волхвы едут в Вифлеем, но они не знают, где конкретно находится новорожденный мессия. И им путь указывает Вифлеемская звезда. На иконе мы видим, как ангел ее держит, а лучи светят на новорожденного. Приехав, мудрецы, конечно же, удивились месту вертепу, но они почувствовали благодать и дарят новорожденному золото, как царю, ладан, как первосвященнику и смирну, как человеку смертному. Причем обратите внимание, что здесь изображено Дева и Богомладенец сидят на престоле. Конечно, это не соответствует исторической действительности, но зато подчеркивает истинное значение данного события. Затем здесь показывается, как волхвы спят, им во сне является ангел и говорит не возвращаться к Ироду, ибо тот ищет души Богомладенца. И они уезжают к себе на родину другой дорогой. Но о том, что произошло далее, мы расскажем в следующей передаче. Всего вам доброго!